Часто ли вы слышите о происходящих в мире убийствах, мистических явлениях, странных закономерностях и случайностях, ужасающих природных явлениях? А ведь многое из этого не поддается познанию человеческим умом. Добрый день, мои дорогие зрители! Меня зовут Игорь Прайкс и я рад всех вас приветствовать у себя на канале. Вот наконец-то наступил тот момент, когда я всем вам торжественно могу сказать о том, что у меня на канале открылся новый мини-проект Тайны жизни. Он будет состоять по большей мере из различных топов, связанных с мистикой, с непонятными явлениями, нераскрытыми криминальными делами. В общем, все в этом роде. То, что неясно, то, что скрыто от обычных людей. Мы с вами вместе попробуем во всем этом разобраться. Каждый выпуск будет нести в себя определенную информацию, определенную тему. Но это вы уже увидите по ходу выпусков. Ну что же, первый сезон проекта Тайны жизни я объявляю открытым. Сегодня в видео. 8 самых загадочных убийств 20 века. Нераскрытые криминальные дела. Какой у них мотив? Каждый день по всему миру происходит множество убийств. Но часто оружие в руках людей приводит к трагедии. Там же в Новокузнецке накануне застрелили 17-летнего юношу. О них мы узнаем из новостей. Трагедия в Черехове. Два брата подозреваются в убийстве учительницы и поджоге ее дома. И другим средством массовой информации. Очень часто убийц находят и осуждают. Но есть множество случаев убийств, которые до сих пор так и не раскрыты. Хотя прошло уже более полувека. Такие случаи сегодня мы разберем. Несмотря на современные методики и даже базы данных ДНК-профилей, десятки самых шокирующих убийств остаются неразгаданными и нераскрытыми. Еще есть шанс найти многих убийц, если свидетели преступлений решатся пойти навстречу правосудию. Специально для этого выпуска был подобран топ из 8 убийств, каждая история из которых уникальна, но их объединяет загадочное отсутствие имен реальных подозреваемых. На первом месте сегодняшнего топа убийца 9 февраля. Вглядитесь в лица этих женщин. На первый взгляд они нам кажутся очень веселыми и жизнерадостными. Но никто даже подумать не мог, что 9 февраля станет для них роковым днем. Все жертвы этого серийного убийцы проживали в округе Солт-Лейк-Сити. Убийства были совершены 9 февраля 2006 и 9 февраля 2008 года. Обе женщины испанского происхождения были задушены. Образцы ДНК преступника хранятся в национальной базе данных, но его так и не удалось найти. Второе место топа занимает бостонский душитель. В 1964 году Альберто де Сальво арестовали по подозрению в изнасиловании. Его направили в психиатрическую больницу. Там он признался в убийстве 13 женщин. Некоторые исследователи сомневаются в достоверности показаний де Сальво и считают, что он убил около 7 женщин. А помимо него был еще один серийный убийца. На третьем месте мясник из Кингсбери-Ран. В 1930-х годах в Кливленде появился убийца-расчленитель. Он обезглавливал и расчленял свои жертвы. Официальное количество убийств, приписываемых Кливлендскому мяснику – 12. Хотя недавние исследования показали, что их могло быть больше. Личности многих жертв до сих пор не установлены. Несколько посмертных массок убитых представлены в Кливлендском полицейском музее. На четвертом месте убийца в лунном свете. Весной 1946 года неизвестный напал на 8 человек в городе штата Техас. Он убивал молодые пары, которые уединялись в машинах за городом. Выжившие смогли назвать только приблизительный рост преступника – около 180 см. А его лицо и голова были скрыты маской. Эти нападения настолько напугали жителей города, что там началась массовая распродажа огнестрельного оружия. А на помощь местным полицейским прибыл целый отряд техасских рейнджеров. Несмотря на такие меры, убийца так и остался непойманным. Пятое место топа занимает мистическое убийство на ферме Гинтер Кайфек. В 1922 году убийство шести человек на ферме Гинтер Кайфек, расположенной в 70 километров от Мюнхена, потрясло всю Германию. Никто точно не может сказать, что же произошло в ночь на 31 марта 1922 года. Однако, кто-то загнал почти всю семью в сарай и жестоко убил топором. Только двухлетний Йозеф и помощница Мария недолго оставались живыми и мирно спали в своих кроватях. Позже убийца проник в дом и убил их. После преступления убийца еще и провел выходные на этой ферме. Топил камин и даже кормил скот. Но его также не удалось поймать. На шестом месте сегодняшнего топа дровосек из Нового Орлеана. С мая 1918 до октября 1919 года в Новом Орлеане действовал убийца, нападавший на своих жертв с топором. Дровосек вламывался в дома и убивал молодых и старых. Некоторым жертвам удалось выжить. Но убийцу так и не нашли. Седьмую позицию занимает Черный Георгин. Черный Георгин. Псевдоним американки Элизабет Шорт. Убитая в 1947 году. Это дело об убийстве было и остается одним из самых жестоких и загадочных преступлений, совершенных в США. 15 января 1947 года изуродованное тело Элизабет Шорт было найдено на бесхозном земельном участке по Саус-Нортон-Авеню, недалеко от границы города Лос-Анджелес. Тело было разрублено на две части в районе талии и расчленено. Роль женщины был изуродован разрезом до ушей. Финальное, восьмое место в сегодняшнем выпуске занимает Зодиак. Зодиак – псевдоним, использованный убийцей в серии озвительных писем, отправленных им в редакции местных газет. В письмах также содержались криптограммы, в которых убийца якобы зашифровал сведения о себе. Три из четырех криптограмм остаются нерасшифрованными. Зодиак совершал убийство в период с декабря 1968 по октябрь 1969 года на парковках, где поздно вечером останавливались влюбленные парочки. Согласно заявлениям самого Зодиака, число его жертв достигает 37. Однако следователи уверены только в семи случаях. Нападением подвергались четверо мужчин и три женщины в возрасте от 16 до 29 лет. Пятеро погибли, двоим удалось выжить. Дело Зодиака до сих пор остается открытым. Ну вот, ребята, я надеюсь, что вам понравился первый выпуск первого сезона проекта «Тайные жизни». Если это так, то обязательно пишите у меня в комментариях то, что вам понравилось, то, что, может быть, не понравилось. Мне будут очень важны ваши комментарии. Также не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, ждать моих обычных видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие мои видео. Ну а я с вами прощаюсь, но ненадолго. Смотрите уже в следующую субботу в 9 утра второй выпуск проекта «Тайные жизни» у меня на канале.